Днепровский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела по обвинению бывшего депутата Крымского парламента Василия Ганыша в государственной измене. Напомним, обвинения в отношении него базируются на двух обстоятельствах – участие экс-депутата в голосовании Верховной Рады Крыма за проведение незаконного референдума, повлекшего российскую аннексию полуострова, а также в незаконных местных выборах в оккупационные органы власти. На очередном заседании суд заслушал двух свидетелей защиты. Один из них – глава Меджлиса Крымско-Татарского народа и бывший коллега Ганыша по Крымскому парламенту Рифат Чубаров. Он смог подтвердить только второй эпизод обвинения относительно попытки Ганыша получить депутатский мандат в оккупационном Феодосийском горсовете. Факт участия Василия Ганыша в голосовании за проведение незаконного референдума в парламенте Крыма должны были подтвердить свидетели стороны обвинения. Однако они не смогли принять участие в судебном заседании, но пообещали свидетельствовать на следующем. Вместе с тем, оба свидетеля, представленных стороной защиты, не смогли назвать фактов сепаратистской деятельности подсудимого. Бывший главред издания «Кафа Ньюз» Алексей Батурин уверяет, что Ганыш всегда отстаивал проукраинскую позицию. И поэтому известие о том, что он обвиняется в государственной измене, очень удивило и экс-редактора, и многих феодосийцев, которые были свидетелями репрессий в отношении экс-депутата со стороны пророссийских сил. Рефат Чубаров в судебном заседании также не смог назвать фактов сепаратистской деятельности Ганыша. Более того, по словам Чубарова, экс-депутат относился к пассивному большинству депкорпуса, находящемуся под влиянием руководства фракции партий-регионов и поэтому не проявлявшего активность на сессиях. Рефат Чубарова, экс-депутата Ганыша, экс-депутата фракции партий-регионов. Василий Ганыш, напомним, был задержан сотрудниками СБУ и пограничниками на пункте пропуска Каланчак весной. Он уже полгода находится под стражей по обвинению в нарушении части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд приступил к рассмотрению дела по сути 15 октября. Следующее заседание суда назначено на 3 ноября. На нем будут заслушаны свидетели стороны обвинения.